Сюжет футболиста карьеры полностью вымышлены. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это продолжение нашей карьеры за игрока. Итак, большое вам спасибо за вашу поддержку, как под комментариями, так и в виде лайков. Но, друзья, давайте все-таки тоже поддерживать мой канал. Вам нравится, так понимаю, карьера за игрока, раз вы это смотрите и просите это под каждым видеороликом, поэтому давайте обязательно подпишемся на этот канал, добьем его до такой вот маленькой цели 400 подписчиков, и дальше будем двигаться с вами в более продуктивном масштабе, поэтому буду вам очень рад. Итак, сегодня у нас февраль и март на повестке дня, сегодня мы также играем с вами в плей-офф Лиги Чемпионов против Аякса. Почитал ваши комментарии насчет тренировки, так как у меня закончилась одна тренировка способностей, и мне посоветовали прокачать удар подъемом, поэтому я немножечко здесь позбавляю, все, некоторые немножко, вот выносливость до троечки, давайте, и, ага, тут даже целых 7 остается, так, ну выносливость бы я оставил, скорость бы тоже, так, вот, и посмотрим, что будет, если 4, это много сильно, 88 дней, ну, долговато на самом деле, я бы вот так бы сделал, уж ладно, там оставим, вот, и вкачаем всего лишь 53 дня, вот, даже в этом выпуске мы это прокачаем, поэтому все будет у нас замечательно, пишите уже сразу, можете начинать в комментариях, какие дальше способности мне прокачивать. Сейчас у нас игра против Химок в чемпионате России, вот она расстановка, мы с Дзюбой в старте, и играем против своей первой команды, очень будет интересно, поехали. Итак, Химки-Зенит, мы на нашем первом, самом домашнем стадионе, Химки-Арена, все, естественно, 0-0, по-другому да никак не может быть, оценка у меня вообще 5-5 за матч, Локомотив проигрывает Тульскому Арсеналу 4-0, ЦСКА выигрывает Сочи 1-0, Спартак 1-0 здесь выигрывает, Краснодар проигрывает, и нам надо было сейчас, естественно, обыгрывать Химки, чтобы их обгонять, но нет, у нас 6 очков отставания до Спартака. У нас 83-й рейтинг, к нам приходит сообщение, мы в старте на матч против Тульского Арсенала, мы готовы, два матча у нас сейчас подряд против очень слабых соперников, я уж подумал, там никакой боли в центре защиты, но нет, ну, посмотрим, мы снова с Дзюбой в нападении, поехали. Итак, Зенит Арсенал, Газпром, Арена, мы, естественно, готовы сегодня забивать, таким уж соперникам мы просто обязаны, но почему-то у нас очень редко получается, Артем, и Ерохин, и это гол, и это гол, наконец-то моя голевая передача, вот сейчас вот очень хорошо прям в один пахик разыгрались, снова я отдаю на Ерохина, как и в прошлом выпуске, сейчас не вспомню, против кого, против Рубина, вроде мы играли, либо Урала, там что-то такое, я две голевые отдал, вот, ну и снова забивает Ерохин с моей голевой, эту фоточку даже можно было бы поставить, отметить, но это все в нашем инстаграме, так что обязательно подписывайтесь, ссылка на инстаграм нашего футболиста, естественно, есть в описании под этим роликом, отлично, и нас заменили, нас заменили, конечно же, Азмун выходит, но, наверное, все-таки Семак делает эту замену до того, как я отдал голевую, и все, минимальная победа, благодаря моей одной голевой передаче, мы выиграем, Ерохин, автор единственного забитого мяча, итак, оценка у Ерохина 7,5, у меня 6,5, за голевую, это, конечно, что же, Локомотив выигрывает Ротор, Химки выигрывает Ростов, ЦСКА играет в ничью, Спартак тоже играет в ничью, так что, что сейчас за результат, мы все так же на пятой строчке, это понятно, теперь у нас 4 очка до Спартака, вот, и плотность прямо очень хорошая здесь идет, можно даже сказать, что именно мы заканчиваем вот эту плотную структуру, потому что ниже, ну тут уже 5 очков отставания Динамо до нас, вот, 83 рейтинг, седьмая моя голевая за сезон, ну вот вы посмотрите, за 2 сезона у меня всего лишь было 5 голевых, за 2, а тут за 1 я отдаю 7, ну и 9 голов, я не помню, сколько там рекорды, мы уже 90 мяч, друзья, с вами сыграли, 90-ый, и так, в список предложений мне приходит, ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё, ребят, ребят, так, естественно, я стою уже в Зените, по факту, правильно, до вот этого вот момента летнего трансферного окна, и как вы видите, мне сейчас само это предложение пришло, Оль Гюнлер Сульшер, предлагает мне перейти в Манчестер Юнайтед, ну да, здесь Марсиаль тоже 83-й, Иконе, Бруно Фернандеш, Погба, Дахея до сих пор, так, ну, ага, вот еще, Лингард, Мата, Джеймс, Мак Томин и Фрейд Маттич, Фосумеса, кто он забил, ребят, пишем бегом в комментариях, бегом прямо сейчас, спускаемся и пишем, стоит ли мне приходить из Зенита в Манчестере на следующем сезоне, ну потому что это все-таки мой самый любимый клуб, именно в чемпионате Англии, вот, предложение, то есть я не подавал, как вы понимаете, предложение, потому что, ну мне нельзя, вот, запрос о трансфере, вот, что только в, трансферное окно можно подавать, ребят, пишите в комментариях, есть ли здесь любители Манчестера и Нета, потому что я-то, естественно, любитель Манчестера и Нета, потому что у меня даже есть карьера на канале за Манчестер, поэтому пишите в комментариях, стоит ли нет мне переходить, вот, но, пока что успокоимся, это всего лишь, можно так сказать, слухи, вот так вот, которые мы можем подтвердить с вами, ну в следующем выпуске, потому что я ваши комментарии прочитаю только под этим выпуском, И в следующем уже мы точно примем с вами решение Там не поздно это еще будет Поэтому сейчас мы играем против Динамо в Кубке России У нас это, я так понимаю, вообще какая стадия, не помню В старте мы с Дзюбой все так же опять Ну а состав Динамо, вы знаете Ну а здесь мы просто должны победить без разницы в какое время там, в основное, либо в дополнительное Итак, Динамо против Зенита Очередной матч Кубка России, я не знаю, но это вроде как не должна быть первой стадией Мне кажется, это уже какой-нибудь там четвертьфинал Сброс, ну тихо-тихо, подбор за нами должен быть Это штрафной, это штрафной И сейчас мы обязаны на 94-й забивать Потому что здесь боты очень читерные Поэтому мы обязаны, кто там Ракицкий Кто еще там, интересно, есть Ну Ярик вроде, да, сейчас пробивает Фух, спокойно, главное сейчас забить Удар, и это гол, все Вот это заслуженно Ярослав Ракицкий забивает со штрафного И на 94-й минуте Все, сейчас куча малая, естественно, будет Со всеми здесь Мы проходим, скорее всего, в полуфинал Кубка России Супер, супер, супер В 94-й минутах, хотя добавили там одну Ну и Ракицкий пушкой своей вкладывается и забивает Все, естественно, мы проходим В полуфинал Ракицкий главный прям сейчас игрок матча Ну а естественно, Динамо-то расстроились Как иначе, вылетели из Кубка По матчу первому тайму Они точно контролировали всю игру У меня оценка даже выше, чем у Дзюбы 6-5 Но Ракицкий, естественно, игрок матча 7-5 у него оценка Дальше проходит, кстати, Локомотив по пенальти В четвертьфинал прошли Обыграв Ростов Сочи прошли, Спартак И Рубин прошли Краснодар Ну, здесь как-то полегче Вот Но нам все-таки с Локомотивом было в финале легче Против Тамбова-то играть Ну а здесь дальше входит Локо Сочи Рубин Ну и мы Интересно, с кем Так, 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 так С Рубином мы, скорее всего, встретимся в полуфинале Неплохо Неплохо на самом деле Интересно, конечно, что же будет у нас дальше Все-таки Манчестер Юнайтед еще же предложил Поэтому Здесь вообще мысли только теперь Вот об одном Переговоры еще, что ли А, вот теперь Баруси Мюнкинглад Бахать, точно та Баруси А то она же полетела Дабур Ой, я не знаю, кстати Селихов у них, я вижу Плеа здесь Значит, скорее всего, Тюра А, вон что-то есть Да, скорее всего, это реально Баруси Мюнкинглад Бахать, ну вот Уже реальные клубы предлагают нам Я бы в МЮ, конечно, перешел Хотя у меня уже был Этот клуб, так сказать, в коллекции Потому что Фифе 20-й Мы переходили туда Ну а сейчас, кстати, матч против Роттера На выезде Пока что еще спокойно У нас в чемпионате Но пятую строчку Занимаем 4 очка Отставания до первой Мы со Змуном в старте Сегодня вот так вот выглядит Расстановка Но дальше у нас игра против Фаякса В одной восьмой лиге чемпионов Так что поехали Итак, Роттер против Зенита Интересная сейчас будет игра Мы должны все-таки уже наконец-то забивать Но это не дело Кажется, только у нас одна голевая Вроде за 5 матчей же И нас заменили На 8 в четвертом минуте У нас там, наверное Янг вышел И опять, естественно, ничья, друзья 0-0 Потом не надо у меня писать в комментариях Вот Толку ты перешел в Зенит Они не стали из-за тебя чемпионами Так а что я-то здесь могу сделать Что? Локомотив выносит вон всех Теперь без меня А здесь это игра А здесь они играют в ничью 0-0 Хинки хотя бы проиграли Это отлично ЦСКА, правда, выиграли Ну и Спартак выиграли тоже Сейчас мы все-таки же на пятом месте Уже у нас 6 очков Отставание до Спартака было 4 Теперь 6 83-й рейтинг у нас Приходит нам сообщение Мы сегодня в старте На матч Лиги чемпионов Против Аякса Поэтому мы сегодня, естественно В старте Против Ух, там какой у них состав Интересно сейчас глянем Таджич, Промес, Энтони Ну мы, естественно, с Зюбой С Тарти Вот Малком Вместе с нами Мы готовы, в общем Даже Менюле Выпустили зачем-то Ну посмотрим Вот он Кюинси Промес Кюриколам Реклам Инстаграм Все, поехали Итак Наш дебют в Лиге чемпионов На стадии раунда Плей-офф И нам попался один из самых легких Мне кажется Как соперников А там кто Бенфика еще могла попасться И вот, неплохо И на Дзюбу И Й-й-й-й-й Это гол Гол Забивает Артем Дзюба С моей голевой Снова в Лиге чемпионов Отлично Как же сейчас это было-то Фух, супер Очередная моя голевая Кстати, в Лиге чемпионов Прям пробежал здесь Вы видели, может, этот момент Поборолся с защитником мяча Выцарапал и отдал Хороший навесик Все, ребята, молодцы Забиваем Аяксу В домашнем матче Главное нам не пропускать Ну и Дзюба тоже шикарен Так пробил Что попал мяч От стойки ворота Ну, шикарен Шикарен Артем Счет у нас 1-0 Выходит Давид Нерес Вместо Энтони Все Минимальная победа, друзья Зенита над Аяксом Го Артем Дзюба С моей голевой Мы сейчас это тоже с вами проверим Чтобы не быть Многословным Вот По ударам здесь нас просто Команда Тенхага Переиграла, но и да Моя голевая записалась На Артема Дзюбу Итак Первый матч у нас сыгранный ПСЖ обыграл 3-1 Арсенал Барселона проиграла Тоттенхэму 2-0 Ювентус проиграл Галатасараю 4-0 Наполи обыграли Порто 1-0 Милан обыграл Сити 1-0 Бавария обыграла Атлетика 2-0 Мы обыграли Аякс минимально И Ливерпуль Единственная команда Которая вот Пара точнее Которые сыграли в ничью 1-1 Сейчас у нас рейтинг Затем 84 Возрос И у нас сейчас могут Моя еще одна передача Сравняться с голами Такого вообще не было Чтобы у меня голы Были равны Моим голевым передачам Итак Мы сегодня в старте На матч против Сочи Они идут Очень что-то Кстати низко Ниже 10-й строчки Вот Ну вроде как Они в Кубке России Зато сейчас прошли В полфинал Они обыграли там Спартак Первую строчку Но у нас сейчас Отставание в 6 очков Нам нельзя вообще ни в коем случае терять Очки Так что играем против фарм-клуба Зенита С ньяным сегодня в старте У меня 8 часов от рейтинг Вот Так что мы готовы Поехали Итак Зенит Сочи Газпром Арена Фарм-клуб Естественно сегодня Зенита против нас Противостоит Посмотрим Как мы сейчас отыграем Кто бы сомневался Опять у нас Ничья 0-0 Итак Мы лучший еще игрок матча 7-0 у меня оценка Локомотив сыграли в ничью С Динамо Мы в ничью С Сочи Химки проиграли Ротору Что здесь еще ЦСКА выиграли Уфу Краснодар здесь Минимально победил Спартак Сыграл в ничью Мы все так же На пятой строчке Там у них Все вот эти вот Мишанина происходит У нас уже 8 очков отставания До ЦСКА Но это просто нереально 8-4 рейтинг у меня Приходит нам Сообщение Мы естественно в старте Матч сейчас против Динамо Который мы выбили Из Кубка России Играем мы сейчас На выезде Став вы на швейте Мы в паре со Змуном Поехали Итак Динамо сегодня Принимает Зенит Мы забили им Один гол В предыдущей встрече В Кубке России В четвертьфинале Забил Ярослав Ракицкий Со штрафного На 94-й Уже дополнительные минуты Так Ну тут нас вообще Никто не держит И И это гол Ерохин забивает Отлично 1-0 Опять моя голевая На Ерохина Просто Невероятный игрок Сразу видно Земляк Получает мои передачи Всегда с них забивает Все 1-0 Ерохин Прямо тут опять радуется Сейчас наверное В команду Месяца попал Вот 4 удара 4 створ И замечательный Ерохин 7-5 У меня кстати 7-5 оценка Замечательно Итак Локомотив проигрывает Тамбову Мы обыгрываем Динамо Химки Тоже здесь кстати Выигрываются И СКА в ничью играет И Спартак в ничью играет И сейчас это шанс Какой-нибудь нет 6 очков До Краснодара Уже Вот Ну это просто жесть Мы даже с Химками Сейчас на равных идем Вы посмотрите 12 матчей Мы играем в сухую 12 Один Всего лишь проигрыш Меньше всех Только вот у Краснодара И у Спартака Все 84 рейтинг у меня 9 голов 9 голевых передач Вот мы и сравнялись Так Приходит сообщение Мы сегодня в старте И игра кстати Вот против Тамбова Почему бы и нет Здесь так Можно опять Себя показать Тем более у нас Следующая игра На выезде В Голландии Там мы тоже еще Друзья ни разу Не играли с вами С Азмуном В старте 84 рейтинг У нас Немножечко нам не хватает До Стоять А где он А где Малком Куда Малком Мы делали Вообще Вы посмотрите Где Куда Малком Но я его не вижу Пиетт Вот какой-то 71 появился Вот А может В ниже Да-да-да Сейчас Спокойно Фу Слава богу Я думал Сейчас уже Малком А там продать Не Так странно Просто показали До вот этой Определенной полосы Скамейки запасных Все Зенит Тамбов Поехали Итак Зенит Тамбов Интересная Сейчас действительно Будет игра Мы готовы Надо нам Побеждать Потому что Вот даже смогли Динамо Обыграть И Азлун И забивает Отлично Опять моя голевая передача Ну что вы Лучшие ассистенты Чемпионата России Решили заделаться Десятая голевая передача Друзья За сезон Вот это впервые Когда 10 плюс Голевых я отдаю Потому что Сейчас Если это Десятая голевая За сезон То я за два сезона Прошлых Пять голевых Всего лишь В сумме Отдал А вот здесь Вот именно С приходом Зенит Переманил Наверное Вот эту вот Маню У Артема Дзюбы Еще и голевые Отдавать И все Минимальная победа Зенита Над Тамбовом Моя голевая Опять зашла Лучшим игроком Валяется Азмун 7.5 У него оценка У меня 6.0 Локомотив Обыгрывает Здесь Уфу 4.2 Химки Проигрывают Наконец-то Динамо 1.0 То есть мы сейчас На четвертую строчку Должны залетать Спартак Обыгрывает Краснодар А ЦСКА Играет Вничью С Уралом Мы на четвертой строчке Да И 4 очка До Спартака Теперь 84.0 Рейтинг У меня Десятая Голевая передача За сезон 15.0 В моей карьере Так Меня вызвали В сборную России Благодарю И так Опять Кстати Переговоры Список предложений И Мадридский Реал Ребята Вы просто Посмотрите Кто мне тут Предлагает Ну просто Серьезно Но я бы честно Не перешел В Мадридский Реал Во-первых Потому что Эту карьеру Я решил сделать Полностью По той Идеологии Хотел ли я бы Переходить В эти клубы Так как у меня Есть свои Личные предпочтения В Реал Я перешел В FIFA 20 В карьере За игрока Поэтому Не надо мне писать Здесь Что тебе Переходи в Реал Что они тебе Здесь больше платят Ну и что 4,5 миллиона Вот На полтора миллиона Здесь больше Чем Зенит Мне предлагал На тот момент Ну а Юнайтед Здесь ну практически На миллион Больше предлагает А Боруссия Вообще практически На 100 тысяч Только выше Вот Поэтому Я бы больше Перешел бы Вот Манчестер Юнайтед В Испании Это Барселона В Германии Ну это Бавария Может быть там Боруссия Но не факт Вот В чемпионате Франции Мог бы в Монако Перейти К Головину Если он еще там И ПСЖ Ну а в чемпионате Италии Ювентус Там Интер Вот такие вот Интересные Команды Ну пока что Я бы из этих команд Только Манчестер выбрал И так Предложение От Реал Мадрида И Центральный Нападающий Сегодня мы Естественно В старте Против Аякса Играем мы На выезде И так Мы сегодня В старте Вместе с Сердаром Азмуном Вот так вот Выглядит наша Расстановка Дюба На скамейке Запасных Если что Поехали И так Аякс Против Зенита Йохан Кройф Арена Напомню Что мы кстати Играли В карьере За игрока Фифе 20 В составе Амстердамского Аякса И на этом Стадионе Мы тоже Сами Выступали Но это уже Абсолютно Другая история И подача И что там И это гол Серьезно Азмун с моей Голевой забивает А Вот ты мой Красавец Хорош Сердарчик Просто лучший Ой Ну тут Дзюба Миранчук И теперь вот Азмун Натирают мою бутцу Перед моим Уходом Из Зенита И вообще Чемпионата России Но только куда Напишите об этом Обязательно в комментариях Ребят Суперский гол И друзья Поздравляю вас Но уже точно Мы не пропустим Три мяча От Аякса Поэтому мы уже точно В четвертьюнале Лиги чемпионов Давно Российские клубы Не выходили Ну во первых Из группы Это уже достижение Для наших клубов Кто выходит из группы Лиги чемпионов Но тут еще и Нам соперник Очень хороший попался Поэтому В четвертьфинал Лиги чемпионов Мы друзья Еще с вами попадаем Очень Много идей Как назвать Этот видеоролик Многие топ клубы Нам сейчас Действительно Вот предлагают Пошел вы нас Ой Какой неточный Куинти Промис С мячом Удар И это гол Куинти Промис Забивает Ребята Ребят Спокойно Естественно Они сейчас побегут Комбетчить И мы пропускаем И это 2-2 Сейчас Я надеюсь Ничего там такого не будет Потому что Ну Пофиг что мы сейчас Можем проиграть Аяксу Со счетом 2-1 Но на данный момент Мы все равно Дальше проходим Все друзья Мы проходим В четвертьфинала Лиги чемпионов Не получилось Сейчас конечно Забить Хотя Метил Самую девятку Там от штанг Друг Друга отскочили Лучшим игроком Матч сейчас является Посмотрим Энтони 7-5 У него оценка Ну а я Дал голевую Естественно На Азмуна Итак Посмотрим Нашего Возможного Соперника В четвертьфинале ПСЖ 7-1 Прошли в общей сумме Арсенал Тоттенхэм 3-0 В общей сумме Барселону Галатасаре Проходит Кстати Ювентус 4-2 Наполи Проходит Порту Сити Проходит Милан Бавария Проходит Атлетика Мы проходим Аякс По гостевому голу Мы единственная команда Которые по гостевому голу Прошли Ливерпуль Проходит Бенфику 4-2 И все И все на этом 84-й рейтинг У меня 11 голевых Передач Просто Невероятный результат А я между прочим Естественно Там такой вот Нападающий Который Лису ворот Все такое Тыры-пыры Фуф Ну и все Получается Там вроде как Два матча У нас осталось Да Два матча Один против Уфы И второй против Вот Рубина В Кубке России Так Ну что Раз там мы увидели Уже что Все свои матчи Отыграли В 1-8 Сейчас мы глянем Уже Четвертьфинал Мы против Сити Играем Против Манчестер Сити Мы в Англии Были Были Правда в Лондоне Теперь мы в город Манчестер отправляемся Ливерпуль Бавария Тоже кстати интересно Два последних Обладателя Лиги Чемпионов Встречаются Вместе Наполи Пассажи И Галатасарай Тоттенхэм Ну кстати вот Тоттенхэм тоже Дошли до Четвертьфинала Сейчас Лиги Чемпионов Хотя в Прошлом сезоне Они боролись С локомотивом За Попадание Как раз В эту же Лигу Чемпионов Что там Например Вот у нас В Лиге Европы Мне вот это вот Интересно Рома прошла Дальше Марсель Брюги Лейпциг Эмью Челси Фомалекау АЕК Ну кстати вот Смотрим на всякий случай Вот Манчестер Прошли Уже в 1-8 лиге Европы Реал прошел Спартак Прошел Кстати Листур неплохо Интер Лацио Армения ПСВ Селтик И Леон Рома Прошли Марсель Лейпциг Прошел Брюги Эмью Вылетела Челси 6-2 АЕК Прошел Фомалекау Реал Прошел Спартак Это в дополнительное время Лацио Прошли Интер ПСВ Прошли Армению И Селтик Прошел Леон Дальше у нас Лацио АЕК Челси Лейпциг Рома Реал Селтик ПСВ Вот такие вот Пока что результаты Я бы еще посмотрел бы Рейтинг голевых передач Ну я кстати на пятой строчке Там сейчас вот У Арнольда 6 голевых передач У меня всего лишь 3 Но тоже мне кажется Неплохой такой вот результат Также я бы еще сейчас Чемпионат Тика России бы открыл Рейтинг голов Уфуфуфуфу У меня всего лишь 4 гола Я на 27 строчке Можно так сказать Но Мне кажется Ну по ассистам Я на первом месте По ассистам В чемпионате России 8 Как у Исмаила Сильвы Из Ахмата Ну это Мне кажется замечательно Как я и говорил Можно стать лучшим Ассистентом В чемпионате России Она сейчас Выездная игра Против Уфы Мы с Дюбой В паре Так сказать На поле Вот она наша Расстановка Поехали Так Матч Уфа-Зенит Мы забиваем В последних матчах Вот Правда Приграли Аяксу На выезде Но ничего страшного Мы все равно В четвертьфинале Лиги чемпионов И это абсолютно Заслужено И на Шамкина И это гол И это гол Девятая моя голевая передача В чемпионате России Все Ребят Я должен Ой Ну как Мбаппе Да ладно тебе Я опять Отдаю голевую передачу Меня это очень радует Ладно там Не забиваю Это не сильно важно Мне главное Чтобы сейчас Команда побеждала И Перед уходом Действительно в Европу Потому что Ну Манчестер Юнайт Это мне предлагает Мадридский Реал То есть Планку Мне уже клубы поставили Минимальная победа Зенита Снова Забиваю не я Снова забивают С моей голевой Мне это только в плюс Один удар в створ Потому что мы Какая разница Забиваю или нет Главное что мы выигрываем Локомотив проигрывает Ахмату 4-2 Химки правда выиграют Тамбов Но не суть ЦСКА проигрывает Спартаку А Краснодар проигрывает Ростову Сейчас мы должны Подскочить Нет Мы все так же 4 очка до Спартака Но теперь мы В одном очке До второго места Сравнялись с Краснодаром И одно очко До ЦСКА нас отделяет 12 голевых передач За сезон Что В два раза больше Чем мы за два года Отдали Это просто Что-то С чем-то Ну и сейчас Последний у нас матч В сегодняшнем выпуске Это игра Против Рубина В полуфинале Кубка России Тоже Удар подъемом Опа Все Ребят Я отработал Поэтому Пишите в комментариях Что еще нам прокачать Пока я на вот эту вот игру Так Вот так Так Что здесь Я не знаю На дриблинг Я не сильно Финтил Вот так пока Поставим Посмотрим Что из этого пойдет Пишите обязательно в комментариях Куда еще мне вкладываться Вот В какую тренировку Способности Мы с Ньянгом В старте сегодня Растановку Вы видите Вот Поехали Итак Последний матч Сегодняшнем выпуске Рубин против Зенита Интересная игра Нас Сегодня Ожидает И Мы В шаге от того Чтобы Второй сезон подряд Сыграть в финале Кубка России Но только теперь Не в составе Локомотива А в составе Зенита Почему бы и нет Тоже бы Неплохо У нас есть Уже Трофей за Зенит Хотелось бы Что-нибудь еще там Выиграть Отлично Нашли пасом Артема Дзюбу И Дзюба Выходит 1 на 1 Там И Артем делает Чет 1-0 Отлично Не поучаствовал Я правда в этой атаке Может там Предголевой пас Отдал Сейчас посмотрим Вот здесь я Дзюба А ну тут он Стеночку типа да Отыграл Поэтому Монус так вообще Не поучаствовал Азмун Буховь вместо Ерохина Если я сейчас Не забью Меня скорее всего Заменят Азмун Переводить здесь Неплохо Подача И Это гол Сердар Азмун Забивает Это счет 2-0 Семь седьмая минута Отлично Раззабивались Ребят Дайте мне Ну уже Забить А Мне превьюшку Даже Не с чего делать Придется Оставить Где там С Ерохин Наверное Все друзья Мы в финале Кубка России Дзюба Играть Как же это Символично Против Локомотив Локомотив Сам второй Сезон Подряд Участвует В Кубке России Вот Ну а мы Второй год Подряд Только За двумя Разными Кубами Кстати 99 Матч У нас Посмотрите За всю Карьеру Вот Не можем Пока что 10 мячей За сезон Пока что Мы забить Так Нам приходит Здесь сообщение Что мы В старте На следующий Матч Вот Так же Мы в сборную Вон Вызваны Все друзья Большое всем Спасибо за просмотр Хотел бы вам Еще кое что Сказать Напишите в комментариях Как вы считаете Вот я ни одного Голоза Выпуск не забил Это нормально Или нет Все таки Я там много Голевы Даже 5 штук Вроде отдал За все эти матчи Поэтому я На самом деле Не знаю Напишите об этом В комментариях Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Не забывайте Нажимать на колоколь Чтобы не пропускать Наши новые видеоролики И стримы Которые у нас Выходят по выходным С вами был Андрей Канал футбол Это жиданная встреча Друзья Всем До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok